Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Здравствуйте. Оказывается, опросив более половины ученых, вы тоже были ученые, когда-то в разных странах мира, они верят в Бога. Да. Ученые верят в Бога, причем большое количество, где-то 54% в стране, 57-74%, 85%, причем опрасывали очень интересно биологов, физиков, таких, знаете, которые... Материалистов. Да, материалистов. А вы говорили, что ученые не так просто, чтобы поверили в Бога. На самом деле тут надо разделять. В этой ученой-братии есть много. Есть такие, которые верят автоматически. Есть такие, которые говорят, ну, на всякий случай. Есть такие, которые говорят, ну, мы не все знаем, возможно, есть какая-то сила. Далее уже идут всякие разные ученые, которые уже идут, может быть, по Гегелю, по Спинозе и так далее. То есть уже по разным таким, да, путям. То есть Бог – это природа, Бог – это какой-то разум высший. А Каббала тоже говорит о Боге, как о чем? Бог – это коллективный разум. Наш коллективный разум вместе взятый, который поднимается над нашей животной природой, это и есть Бог. Если мы между собой соединимся, а соединиться между собой мы можем, если мы свой эгоизм аннулируем и поднимемся в связи друг с другом, что называется, возлюбив ближнего, как себя, тогда у нас образуется один общий разум, и этот общий один разум называется Творцом, Богом. Вот и все. А что же здесь такого? Ничего сверхъестественного в этом нет. Так что, если бы ученые думали так, было бы хорошо. Потому что тогда бы они советовали бы всем объединяться и достигать этого разума, и сами бы это делали. И тогда бы любая наука превратилась бы в Каббалу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.